Здравый смысл Здравствуйте Елена Сергеевна, спасибо, что вы пришли Здравствуйте Я, если позволите, вот с чего начну Статистика, да, сколько школьников вообще, ну несовершеннолетних, да, первоуральцев удалось трудоустроить этим летом? Ну у нас лето еще не завершилось, вот по состоянию на сегодняшний день 709 человек трудоустроены Это много или мало, все равно там с прошлым годом Давайте так, в августе у нас планируется еще порядка 70 человек трудоустроить Это у нас будет, ребята, работать в отрядах мэра в Центр развития детей и молодежи Цифра примерно та же, что и в прошлом году В прошлом году было трудоустроено 814 подростков по направлению Центра занятости Вот мы эту статистику ведем Ну то есть желающих-то есть, желающих много? Желающих было всегда много, и они и сейчас есть Но есть же ограничения, да, то есть с какого, например, возраста вообще школьникам можно подрабатывать летом? Заключить трудовой договор они могут с 14 лет Выполнять работу, которая, ну легкий труд, который не причиняет вреда здоровью и нравственному развитию Свободное от учебы время не нарушает учебного процесса То есть с 14 лет могут заключать трудовой договор Труд, который они могут выполнять за эту работу, это какая, например, работа? Ну, например, еще раз повторюсь, что это легкий труд, который не нарушает процесса учебного Что они делают? Чем они занимаются? Заниматься, например, уборкой территорий, какими-то подсобными видами труда, которые не требуют квалификации Поскольку у них квалификации на данный момент нет Второй год уже у нас в отрядах мэра дети работают помощниками вожатых То есть это вот детские площадки, там ребята помогают организовать досуг Могут работать, например, официантами, дворниками Ну вот такие какие-то работы Как вообще происходит вот этот процесс трудоустройства, если мы говорим о несовершеннолетних? Что должно произойти? Ребенок сам говорит, я хочу работать Приходит в центр занятости или как это происходит? Ребенок должен обратиться к нам Мы сейчас говорим, что работаем с порталом Работа Россия Соответственно, у ребенка должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах То есть зайти на портал Работа России можно с использованием учетной записи от госуслуг Можно или обязательно должно быть? Ну это обязательно, у нас цифровизация коснулась и нас в том числе То есть можно к вам и не приходить, а можно просто сидеть за компьютером или со смартфоном? Да, да, да Другой вопрос, что у нас дальше продолжается То есть ребенок нам заполнил резюме, заполнил заявление, подал его нам А дальше мы уже подбираем ему вакансию, выдаем направление И вот здесь ребенок тоже на портале должен откликнуться на нее Чаще всего детям нужно помогать в этом Поэтому мы предлагаем первый раз все-таки обратиться в центры занятости И мы их научим как работать с нашим порталом Работа России Проведем, может быть, тут же профориентацию Подскажем, что у нас есть такая услуга в том числе Ну и в принципе рассказываем, что это за портал В дальнейшем им придется им пользоваться Придется, не придется, будет такая возможность использовать для поиска работы Вы сказали про профориентацию А я подумал, может быть, есть примеры, когда все-таки первый опыт трудовой деятельности Он и становился потом для школьников началом вот его, ну, большого трудового пути Есть такие примеры? Ну вот я думаю, что хороший пример будет, по крайней мере Это наши вожатые, которые от управления образованием Прошли некую школу вожатых, насколько мне известно И здесь конкретно профориентация на дальнейшее получение профессии в сфере образования Поскольку у нас сейчас вакансий в сфере образования очень много Потребность, как и везде, очень большая Ну, наверное, самая большая в сфере образования Вот очень надеемся, что те дети, которые поработали помощниками вожатых В дальнейшем будут работать в сфере где-то вот образования Ну, а если, допустим, говорить о предприятиях То там, где дети работали именно на предприятиях Я думаю, они тоже профориентацию получили Они увидели, как работают взрослые Что это за предприятие Им уже рассказывать конкретно об этом предприятии не нужно Они будут иметь представление Предприятия берут школьников тоже? Предприятия у нас выступают и в роли спонсоров Ряд предприятий И несколько предприятий организуют рабочие места у себя Практика такая, что они чаще берут детей из своих сотрудников Но это и понятно То есть там родители видят, как дети их работают Какие можно называть? Например, ЗНПО «Уником», «Уралтрубпром», «ПЖКО поселка Динос», «ПЖКХ», «ФОК Гагаринский» Молодцы, они всегда участвуют в этом нашем мероприятии По временному трудоустройству несовершеннолетних Ну вот, основные перечислила Вы еще сказали, что предлагаете соискателю заполнять резюме А что там, собственно, указывать? Ну, закончил там 9 классов, допустим, выпускник Или еще, может быть, даже и не закончил Все, вся информация, ну чего там предоставлять? Ну, во-первых, ребята знакомятся, что такое все-таки резюме То есть у нас есть форма на портале «Работа России» Не каждый ведь знает, что это такое То есть сейчас они понимают, что резюме должно содержать Наименование той профессии, по которой должен устроиться Какую заработную плату, когда ты можешь приступить к работе Какие у тебя, допустим, уже есть навыки, может быть Или какое образование ты получил Есть у тебя 9 классов, или ты не имеешь основного общего То есть это тоже, ну, некий навык Некий навык, который пригодится в будущем, скажем так Потому что резюме сейчас спрашивают все работодатели Хорошо. Какие средства откуда, в каком объеме выделены вообще Вот на всю эту летнюю кампанию по трудоустройству? Ну, наверное, если это происходит при поддержке государства То и государственные деньги задействуют Но у нас, получается, мероприятие Это организация временного трудоустройства Проходит в рамках государственной программы Называется она «Содействие занятости населения до 2027 года» И ежегодно из областного бюджета Выделяются средства на материальную поддержку несовершеннолетним гражданам То есть вот получается, что помимо заработной платы, которую платит работодатель Ребенок еще получает, если он устроился по направлению центра занятости От центра занятости материальную поддержку Вот на эту статью, скажем так, выделено нынче 1 681 000 рублей На материальную поддержку На организацию рабочих мест именно Я знаю, что из местного бюджета нынче выделено 5 миллионов И плюс привлекаются средства спонсоров Вот огромную благодарность надо здесь администрации нашего города выразить В том числе, поскольку из года в год увеличивается количество средств Выделяемых на временное трудоустройство несовершеннолетних То есть несмотря на то, что идет рост заработной платы Минимального размера оплаты труда А из этого рассчитывается и заработная плата подросткам Мы не уменьшаем, получается, количество несовершеннолетних Которые планируются к трудоустройству А стараемся увеличить Вот все равно подавляющее большинство устраиваются за счет средств Муниципалитета Ну и спонсорам огромное спасибо Зарплата-то у них какая, если не секрет? У ребят, которые вот именно хотят подработать? Ну не секрет В подавляющем большинстве случаев Зарплата рассчитывается из минимального размера оплаты труда То есть на сегодняшний день при полной занятости в месяц Этот, ну и с учетом уральского коэффициента 22 128 рублей 30 копеек Но у них неполная занятость Но у них первая неполная занятость А второе в отрядах мэра они работают неполный месяц То есть это так называемый, ну такой облегченный вариант Да, первого рабочего опыта, чтобы получить Они работают там по два, по три часа в день И где-то две недели, кто-то три недели Соответственно, за фактически отработанное время На карманные расходы хватит? Ну, да Делятся они с вами информацией? На что хотят потратить деньги? Зачем они им вообще нужны? Для чего идут на такую вот подработку? Ну, как бы особо-то нет Но я, как, допустим, человек, который работает в коллективе Где есть мамы, у которых дети тоже работают Часто вот на какие-то... Может быть, накопить на гаджет На какое-то вот... Если большое приобретение Ну, на свои, на кино На вкусности, может быть Кто идет подрабатывать? То есть это школьники же в основном, да? В основном учащиеся, да Просто я знаю о том, что дети Воспитанники, допустим, социально-революционного центра Да, вот тоже там были Среди ваших подопечных в этом смысле Это так? Ну, они же тоже учащимися являются То есть они воспитаны Обычную школу, да, они посещают школу Таких детей мы должны трудоустраивать в приоритетном порядке То есть есть постановление администрации городского округа Которое ежегодно утверждается Ежегодно эта статья там содержится Если такой ребенок обратился к нам То его трудоустройство должно быть обеспечено в приоритетном порядке Что мы стараемся делать Вообще трудоустройство подростков, да, и несовершеннолетних Оно ограничено только летним периодом? Или хоть круглый год работай, если хочешь, если успеваешь? Не ограничено точно летним периодом И в прошлом году у нас поработали ребята в осенние каникулы Оно вообще круглогодичное Называется мероприятие Организация временного трудоустройства несовершеннолетних В свободное от учебы время Разница там только идет в количестве разрешенных часов работы в день То есть если летом несовершеннолетним до 16 лет Можно работать в соответствии с трудовым кодексом 24 часа в неделю, не больше 16-17 летним не больше 35 часов в неделю То в свободное от учебы время Делите вот это количество часов напополам Еще меньше Да, и можно работать Я просто думаю, а когда работать? Ну, после школы, да еще и надо уроки сделать Да и поиграть там в футбол Ну, трудовой кодекс не запрещает Два часа в день, пожалуйста Как не попасть не подросткам И где, значит, насторожиться родителям? Да, может быть, ситуация, когда вот через соцсети какие-то Через мессенджеры там предлагают работу Ну, работу в кавычках, потому что это может быть сомнительная, а то и откровенно криминальная деятельность Где насторожиться? Насторожиться, чтобы это действительно была вот работа официальная, легальная, безопасная и так далее Хотела сказать, обращайтесь в центры занятости, у нас точно будет все официально и без всяких мошенников Ну, что должно насторожить? Во-первых, если родители все-таки, они должны участвовать в этом То есть родители и дети должны понимать, что официальное трудоустройство – это всегда письменный трудовой договор И желательно бы, чтобы родители, прежде чем ребенок этот трудовой договор подписал, его все-таки прочитали В этом трудовом договоре есть сторона работодатель, сторона работник, да? То есть все сведения о работодателе содержатся Рабочее место, где оно находится Какой вид трудовой деятельности будет у ребенка Значит, сколько часов работать, какая заработная плата Все-все прописано, то есть должен быть заключен трудовой договор Если это устная какая-то договоренность, может быть все, что угодно А что насторожить? Ну, когда предлагают, допустим, меня бы что насторожило? Оплата труда, которая сильно завышена Вроде бы, как смотришь, средняя заработная плата по этим вакансиям такая А здесь предлагается намного больше ожидания Сам вид работы может насторожить То есть вот из личного опыта, например, я помню, что были такие Помните, продавали пылесосы или что там И вот гарантировали прямо детям, что заплатят очень много Если они будут вот заниматься продажей этих пылесосов Ну, откровенное мошенничество Потому что, можно сказать, и выше среднего предлагали намного И из чего они будут платить детям Но самое главное, нужно понимать, что вы должны подписать документ То есть и уже этот документ будет некой гарантией того, что трудоустройство Вас от мошеннических всяких схем избавит Ну да, тот же самый бесплатный сыр, который мы знаем, что бывает только в мышеловке На самом деле это должно и насторожить Не подходит Я вас благодарю за эту беседу Спасибо вам большое Спасибо Спасибо телезрителям за то, что были с нами сегодня Будьте бдительны, берегите себя и своих близких Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин